Приветствую, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы находимся в серии о хвале, благодарении и поклонении. Мы говорим сейчас о силе хвалы и поклонения, о преимуществах хвалы. Мы увидели, что наша хвала благословляет Бога. Это первая причина — славец Ему. Это приносит Ему удовольствие. Также мы видим в хвале множество преимуществ для нас самих. Например, хвала вводит нас в Божие присутствие и вводит Его присутствие в нас. Хвала вводит нас в полную победу. Хвала высвобождает в нашу жизнь славу Божию. Хвала освобождает нас от духа тяжести и депрессии. Хвала украшает нас и наш характер. Хвала высвобождает духовную силу в наши сердца. Радость Господа — сила наша. Она дает нам силу жить, особенно когда мы под давлением. Через стиль жизни хвалы мы ищем Бога и все больше подчиняем свои сердца Ему и единению с Ним. А чем больше вы Ему подчинены, тем больше власти Он может вам довериться. Восьмое преимущество. Хвала, благодарение и поклонение являются фундаментальными для развития и сохранения нашего морального характера и добродетели. Девятое. В прошлый раз мы рассматривали, что хвала и поклонение приносят нам ментальное здоровье. Она приносит мир в наш разум, усмиряет нашу гордыню и дает здравый взгляд на вещи, приносит нам мир Божий. Итак, хвала благословляет Бога, дает нам преимущество и также она связывает врага. Мы видим все эти три аспекта в 149-м салме. В нем говорится «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе Своем, сыны Сиона дорадуются о Царе Своем, да хвалят имя Его с ликами, на тимпании и гуслях допоют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением». Итак, хвала благословляет Бога. Он получает удовольствие от того, что Его народ Его славит. Он прославляет смиренных спасением. Это одно из преимуществ хвалы. Хвала нас украшает и высвобождает полноту нашего потенциала. Высвобождает всю красоту того, какими сотворил нас Бог. Итак, написано, что Он прославляет смиренных спасением. А потом сказано, «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». И также мы видим, что хвала связывает сатану. Потому что в 6 стихе сказано, «Да будут слова словия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмож их в оковы железные. Начальство и власти тьмы века сего. Производить над ними суписанный. Честь сия всем святым его». Аллилуйя! Обратите внимание, что святым даны два инструмента, дабы связывать с врагом. Во-первых, это слово Божие, записанное слово Божие. Здесь говорится о писанном суде. Это меч Духа, который мы используем. И также мы используем словословие Богу. И поэтому, когда мы провозглашаем писанный суд Слова Божьего, о том, что сатана поражен, и когда вы превозносите Бога своей хвалой, это связывает демонические силы. Заметьте, что в библейской духовной брани наше основное внимание должно быть на Боге, на словословие Ему. Мы обращаемся к врагу только для того, чтобы провозгласить над ним уже написанный суд. Большая опасность состоит в том, что в своих духовных битвах мы порой слишком сильно фокусируемся на сатане и на том, что делает Он, чем на хвале Богу. Тогда в своем разуме мы приходим к заключению, что сатана и то, что он делает, сильнее, чем то, что делает Бог. Мы забываем, что уже имеем победу во Христе. Мы должны молиться с позиции победы, а не пытаться одержать победу по плоти. Итак, мы стоим в победе и высвобождаем победу во Христе. Поэтому прежде, чем войти в духовную брань, мы должны начать с того, что возвеличить Бога своими словословиями. И тогда сатана предстанет пред нами в своих истинных размерах по сравнению с Богом. Имея правильный взгляд на то, против кого мы выступаем, мы сможем обратиться к врагу и провозгласить писанный суд против него. Также мы видим это в 8-м псалме. «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Это псалом о том, что мы доминируем в духовной битве. Заметьте, что псалмопевец начинает с хвалы. Он провозглашает величество Божьего имени. И затем говорится, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, силу ради врагов твоих». Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Итак, даже из уст младенцев хвала делает врага безмолвным. Хвала высвобождает ангелов и связывает демонические силы. То есть, через хвалу высвобождается сила Божия против врага, чтобы связать его, чтобы сделать его безмолвным. Так вы можете заставить голос врага умолкнуть и упразднить его работу в вашей жизни. Когда начнете славить Бога, как никогда раньше. Мы видим пример этого во второй книге про Липоменон, 20 главе. Три разных армии ополчились против Иосафата. Это были огромные войска. Их вдохновил сатана, чтобы они объединились против Израиля. Как на все это отреагировал Иосафат? Он начал искать Господа. Он сказал, чтобы хор из народа начал славить Бога. Он поставил хор впереди своего войска, чтобы они шли вперед, а вражеское войско. Он поставил певцов Господу, чтобы они, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милость Его, велика Его заветная любовь». В этой истории мы видим, что хвала высвободила Божью силу и уничтожила врага. Стан врага пришел в несогласие между собой. Заметьте, что они славили Его за то, что Он хранит к ним свой завет, за Его милость и заветную любовь и верность, которые пребывают вовеки. То есть, они славили Его за Его верность. У Израиля был завет с Богом, согласно которому Бог должен был их защищать. Они взывали к завету с Богом и благодарили Его, что Он верен Своему завету и что Он будет сражаться за них. И делая это, они высвобождали Божью силу против врага. Написано, что они начали восклицать и словословить. Это было ключом. Их хвала высвободила силу Божью. И мы читаем, «И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, маавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены». Обратите внимание, что Божья сила высвободилась в духовном мире, когда они начали петь и прославлять. Это связало демонические силы, объединившиеся против них. Вдруг в стане врага наступило смущение конфликта. И вместо того, чтобы враг объединился, они, наоборот, разделились между собой и начали убивать друг друга. Когда они начали славить Бога, высвободилась сила Божия, и враг разделился между собой. «Битва была выиграна в духе через хвалу и благодарение, когда они смело провозглашали имя Божие». Демонические силы не могут функционироваться в атмосфере хвалы, когда люди искренне славят своего Бога. И этот пример Иосафата иллюстрирует то, о чем я хочу говорить сегодня, о жертве хвалы. То, что они делали, называется жертвой хвалы или жертвой благодарения. Это приводит нас к следующему преимуществу хвалы. Жертва хвалы готовит путь и открывает дверь в Дух Божий, чтобы высвободить его силу и спасение в нашей жизни и ситуации. Почему это называется жертвой хвалы? Легко славить Бога, когда враг уже поражен. Вы можете сказать, «Слава тебе, Боже! Ты одержал победу!» Но они вышли со словословием еще до того, как враг был поражен. В естественном мире им по-прежнему угрожала смерть. Враги ополчились против них. Войска врага намного превышали их по численности. Но они все равно славили Бога и провозглашали, что Бог дарует им победу, что сила Божия больше, чем сила врага. Это называется жертвой хвалы, потому что ваша плоть не хочет славить Бога. Жертва — это то, что вам чего-то стоит. Когда ответа не видно, вы не понимаете, откуда он придет, и по плоти вам вовсе не хочется славить Бога, ведь пока ничего еще не произошло. Поэтому это и называется жертва хвалы. Она вам чего-то достоит. Вы отвергаете свою плоть и выражаете свою веру в Бога, в его характер, в его заветную любовь, которая вас хранит. И поскольку вы выражаете свою веру в то, кем он является для вас, вы не просто приносите ему хвалу, но приносите ему жертву хвалы. А вот что они сделали, даже когда казалось, что у них вообще нет надежды. Жертва хвалы — «Славьте Господа, ибо вовек милость его». И когда они принесли Богу жертву хвалы, это открыло дверь в духе, для того, чтобы в их ситуацию высвободилась сила Божия. Мы увидим, что в точности делает жертва хвалы. Ключевым стихом здесь является 49-й Псалом, 23-й стих. «Кто приносит в жертву хвалу» — это слово «тауда». Что значит «жертва хвалы»? «Тот чтит меня». То есть, если вы приносите Богу жертву хвалы, вы прославляете Бога и говорите, кто Он, и что Он хранит свой завет, что Он верный и сильный Бог. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем Своим, тому явлю я спасение Божие. Здесь очень четко переведено, что таковым Бог явит свое спасение. Мы видим здесь связь между жертвой хвалы и высвобождением силы Божьего спасения. В буквальном переводе «Кто приносит жертву благодарения» — «Сауду» прославляет Меня, и кто наблюдает за путем Своим, готовит свой путь. Тому явлю я спасение Божие. То есть, через жертву хвалы мы выкладываем прекрасную дорогу, и когда мы будем идти по этой дороге, Бог покажет нам, продемонстрирует нам свое спасение. То есть, на самом деле, жертва хвалы готовит путь к тому, чтобы была явлена «Слава Божия». И мы увидели это в истории Иосафата. Существует два типа благодарения. Первый тип — это хорошие манеры. Вы благодарите Бога за то, что Он уже сделал для вас. Его помощь уже была явлена, и вы благодарите Его за нее. Вы признаете, что Он есть источник этого доброго дара. «Благодарю тебя, Господь, за пищу на моем столе сегодня». Вот, к примеру, так. Но еще более мощным проявлением благодарения является жертва хвалы. Для этого требуется больше веры, потому что вы благодарите Бога до того, как видите ответ. На основании данного вам, Богом, обещания. Он обещал, и Он верен. Поэтому для вас это все равно, что свершившийся факт. Вы благодарите Его на основании Его обещания. Это жертва хвалы. Вам это нелегко сделать. Вы в ситуации, когда вы ожидаете Божьего вмешательства. Ответа еще нет. Возможно, вы говорите, «Но я не чувствую желания благодарить Бога сейчас». Вот поэтому это и жертва. А иначе это не было бы жертвой с вашей стороны. Плоть не желает этого делать. Вы должны преодолеть свою плоть и благодарить Бога на основании Его обещания. Это мощное действие пред Богом. Тот факт, что это вам чего-то стоит, делает ваше решение благодарить Его еще более угодным Ему. Если разобраться, то и Асофат, и народ Израиля в тот момент не ощущали особого желания славить Бога. Они, наоборот, были напуганы. Обычно в такие моменты последнее, что я хочу делать, так это славить Бога. Для них это была жертва хвалы, и они сконцентрировались на Божьей верности. Они благодарили Бога за то, что Он вступится за них. Когда они начали петь Богу, прославляя Его, это открыло дорогу к тому, чтобы двинулась Божья сила через эту жертву и принесла им победу. Слава Богу! Мы должны славить Бога, даже когда нам этого не хочется. Это становится жертвой хвалы и благодарения. Мы увидели, что произошло в случае с Иосафатом, когда в 20-й главе 2-й книги про Липоменон они узнали, что на них надвигается вражеская армия, и Иосафат, во-первых, взыскал Господа. Он объявил пост по всей стране, они взывали к Богу, потом им дано было пророческое слово. Бог проговорил к ним, «Не вам сражаться на сей раз, вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Бог пообещал им сразиться за них и даровать им победу. «Я сделаю это», говорит Господь. И он сказал, «Не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь Бог ваш будет с вами». Это было Божие обещание, которое он им дал. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу». Таким образом, они приняли Божие обещание, но это еще не конец. «Когда вы верой принимаете в свое сердце Божий ответ, приходит время для вас воздать Ему благодарение». То, что вы приняли в сердце верой, вы теперь высвобождаете через вашу жертву благодарение, которое открывает дверь и устрояет путь. Через этот путь может двигаться Божья сила, чтобы принести вам обещанный ответ. И тогда Иосафат поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость его». Это была жертва хвалы. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между амунитянами, маовитянами и обитателями горы Сеира, и были они поражены, потому что начали сражаться друг с другом. Жертва хвалы, тауда, означает поднять руки в поклонении, с ожиданием, вере и благодарностью. Поднятые руки — это позиция принятия, и в то же время она выражает подчинение Богу. То есть ваши поднятые руки означают, что вы принимаете от Бога то, что Он вам дает, и покоряетесь Ему. Вы благодарите Его за то, что Он сделает все, чтобы то, что Он вам обещал, исполнилось в вашей жизни. Вы признаете, что Он ваш источник. Вы в вере простираете руки, чтобы принять Его ответ, проявление Его верности. Вы благодарите Его за это. Когда вы приносите жертву благодарения, вы открываете дверь для Бога, чтобы Он исполнил это в вашей жизни. Жертва хвалы хвалы, тауда, крайне важна для того, чтобы обетование исполнилось. Богу нужна наша тауда. Написано, что когда мы приносим Богу нашу жертву хвалы, мы открываем дорогу в духе, по которой Бог говорит, «Я явлю вам мое спасение». Я продемонстрирую его. Интересно, что в начале 99-го псалма мы видим слова «Псалом хвалебный за верность Господа своему народу». И это песня тауда. Это жертва хвалы за его верность. Тауда это когда вы выражаете благодарность Богу до того, как видите ответ на основании его обещания и его завета любви и верности, которые он хранит. В этом же псалме сказано «Входите во дворы его со словословием, это тоже тауда». Жертва хвалы и благодарения. «Входите во дворы его жертвой хвалы». Очень важно говорить Господу «Спасибо тебе, что ты слышишь мою молитву и что ты действуешь в моей жизни». Этим мы выражаем ему свою благодарность не только за то, что он уже сделал, но за то, что еще сделает согласно тому, что обещал. Это жертва. Это нам чего-то достоит. Не всегда нам легко это сделать. Это неестественно заранее благодарить Бога, но это то, чего Бог желает от нас. Это жертва. И чем больше это стоит для нас, чем труднее нам это сделать, тем более драгоценнее наша жертва в глазах Бога. В 13 главе послания евреям в 15 стихе говорится «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». Мы благодарим его за верность. И потом он говорит о других жертвах «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». То есть когда мы жертвуем, делаем добро, это нам чего-то достоит. И Богу нравится наша жертвенность. Такие жертвы благоугодны Богу. И особенно Богу угодно жертва хвалы, потому что она нам чего-то стоит. Эта хвала не льется из нас сама собой. Мы не особо хотим славить Бога в такие моменты, но мы благодарим его, чтобы почтить его, выразить веру в него. Как я уже говорил, кто приносит в жертву хвалу, тауду, тот почитает меня, и кто наблюдает за путем своим, в духе, тому явлю спасение спасение Божьем. Это готовит путь к тому, чтобы была высвобождена Божья слава. Я лично считаю, что жертва благодарения действует двумя способами. Во-первых, когда мы выражаем свою веру Богу, свое доверие Ему, и благодарим Его, это открывает ворота Божьего сердца, и таким образом высвобождается Божья сила. прежде всего, потому что наша жертва хвалы открывает дверь Божьего сердца, активируя его благодать, по которой придет исполнение обещанного. Также это открывает ворота нашего сердца, создавая путь в духе, для того, чтобы Божья сила могла течь через нас и принести исполнение обещанного, принести ответ в нашу жизнь. Наше сердце открывается, чтобы стать каналом Божьей силы, чтобы стать каналом «Слава Господу!» Отличным примером этому является Иона. Иона находился в очреве кита. Казалось бы, не самое лучшее место для того, чтобы славить Бога. Как вы помните, Иону выбросили в море, выбросили за борт корабля, и он спустился в глубину морскую. Он утонул. Если вы посмотрите на его молитву во второй главе книги Ионы, он уже был вне тела, он отошел в ад под землей. Но он все время молился и верил Богу. И Бог избавил его, вырвал его из ада. В результате он оказался в очреве кита. Давайте быстро прочитаем это место. Иона 2 глава. И помолился Иона Господу Богу Своему из чрева кита. Он уже вышел из ада, и он находился в очреве кита. Скоро мы увидим его молитву, но сейчас он описывает, что с ним происходит. Он сказал, «Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». То есть он говорит, «Я был в преисподней, и оттуда возвал к Богу». Он рассказывает, что с ним случилось, и затем продолжает, «Ты вверг меня в глубину, сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною». То есть он тонул. Я сказал, «Отринут я от очей твоих, однако я опять вижу святой храм твой». Он был отрезан от общения с Богом, но был уверен в том, что Бог спасет его из этой страшной ситуации, и это продолжается все время, пока он тонет. «Объяли меня воды до души моей». То есть через пару минут он не сможет дышать, он умрет. «Бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя, он приближается к дну океана, до основания гор я не шел». Он первый человек, который увидел горы под водой, и вот он покидает свое тело. «Земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада». Он был в аду, но Бог его избавил из преисподней. Он верил Богу, и Бог его освободил оттуда. Он вывел его из преисподней, и он оказался живым после трех дней в аду. Он очнулся в очреве кита. Он был живой. Он говорит, «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетно-холожных богов оставили милосердного своего». Итак, Иона теперь в очреве кита. Частично он избавлен, но он все еще в большой рыбе, поэтому он все еще не на свободе. И потом он говорит, «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Он знал, что уже был мертв, но Бог вытащил его из ада, и он уверен, что Бог совершит то, что начал. Он начинает заранее благодарить Тебу. «Я глазом хвалы принесу тебе жертву. Спасибо Господи. Ты выведешь меня отсюда. Спасибо Боже. Я знаю, ты сильнее, избавишь меня из этой могилы, из этой рыбы». Он говорит, «У Господа спасение. Господь, ты мое спасение». И затем, в 11 стихе, в ответ на его жертву хвалы, сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Когда он благодарил Бога, это высвободило силу Божию, и Бог заставил кита выплюнуть Иону из своего чрева. Мы видим, что подобное произошло и с Павлом и силой. Помните, они были в темнице в 16 главе книги «Деяний святых апостолов». Они начали петь гимны Богу. Разве это было подходящее место для того, чтобы петь псалмы? Нет, это была жертва хвалы. Они благодарили Бога за то, что Он обратит все ко благу. Их хвала открыла дверь в духе и Бог смог действовать. Произошло землетрясение, цепи упали, открылись двери темницы, и Бог освободил их из тюрьмы. Слава Господу! И поэтому жертва хвалы это одна из самых мощных вещей, которые мы можем делать. Это будет вам чего-то стоить. Вы не видите ответа в данный момент, но все равно решаете благодарить Бога за то, что Он исполнит то, что обещал. Он вмешается. Вы благодарите Бога за это. Это угодно Богу. Ваша хвала открывает дверь в духе, чтобы явилась слава Божия. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 часов вечера в Чейне Скул Холл Хеддингтон Оксфорд.